Жители Воробьевки возмущены стихийной свалкой, устроенной на землях для многодетных семей. К непрекращающейся многолетней эпопее с подключением к коммуникациям людям добавили еще одну головную боль – строительный мусор. Эти кучи творения рук человеческих, тех, что в эти дни ведут ремонт тротуаров на улице Азина в заводском районе. Вроде бы благое дело, делают тротуар, делают дорогу Азина, а весь мусор, который в результате этих ремонтных работ появляется, вывозят нам сюда, в поселок и оставляют здесь в бесхозном виде. Обращение в администрацию было, звонил Максим Алексей Часиденко, просил помочь, разрешить ситуацию, пообещали, сказали да, все вывезем. Вот прошло 4 дня, все как было, так и есть. Ни одна техника здесь не появилась, ни одного бордюра не вывезли. И таким вот образом захламляют весь нам поселок. На самом въезде, где свободное место, они все это дело выкидывают. От нас была просьба сделать ямочный ремонт. Нам сказали, что крошка срез асфальта, так называемый, теперь является опасными отходами. И его использовать для ремонта дороги больше нельзя. Но, судя по тому, что мы видим, это, наверное, в понимании администрации полезные отходы. Поэтому они нам их сюда и привозят, совершенно бесплатно. В прошлом году власти сжалились над воробьевцами. Для местных жителей сделали тротуар. В этом году, по сути, новые бордюры меняют на более новые. Последствия такой щедрой заботы возвращают многодетным семьям уже в виде мусора. Впрочем, у чиновников на ситуацию в Воробьевке несколько иной взгляд. Максим Алексеевич Сиденко сказал, что подрядчик сказал, что попросили жителей сюда вывозить. То есть мы, жители поселка, очень хотели здесь наблюдать вот этот вот мусор строительный. Мы попросили, и вот по нашим просьбам подрядчик все это дело вывезет. Пытался обратиться в районную администрацию. Глава недосягаемый звонил на телефон, его постоянно нет на месте. Вот. Записаться к нему только можно, но у нас получается, пока запишешься, пока придет время приема, его постоянно будут переносить. И, ну, действовать надо оперативно. Жители Воробьевки в отчаянии. Они опасаются, что подрядчик завершит работы на Азино, а строительная свалка так и останется в поселке навсегда. Вывозить мусор многодетным семьям предложат за их же счет, ведь денег на воробьевцев в городском бюджете традиционно не находят.